Эту руку за спину, на плечах практически, вот так. А здесь сделал замок. Пока одни выполняют элементы приема, другие внимательно смотрят и слушают наставника. Занятия в зале уже идут, и каждая минута тренировочного времени задействована по полной. Отвлекаются лишь увидев гостей, которые пришли порадоваться вместе с ребятами новому приобретению. Ведь помещение лишь недавно было отремонтировано и передано в пользование клуба «Ратник». Михаил Каноненко – бессменный руководитель клуба, на протяжении всех 30 лет с гордостью делится с гостями последними успехами воспитанников в Кубке Всемирной Федерации Боевого Самбо. Али у нас второе место. Ваня с серьезным соперником, там с мастером бился. Али Абдулаев в клубе занимается пятый год. Среди его кумиров – Хабиб Нурмагамедов. Мальчишка хочет быть, как он выразился, таким же стремительным. Защищать маму, за свою родину постоять. В армию пойдешь? Конечно, пойду. В оборонно-спортивном клубе Сызмальство учат в первую очередь любви к своей семье и к своей родной земле. Ребятам рассказывают об истории нашей страны, о боевых подвигах героев, защищавших Россию в разное время. Я научился стоять за себя, научился защищать своих родных, девочек, научился делать броски. Сегодня в клубе занимаются порядка 80 мальчишек и девчонок от 6 лет. «Мы берем всех, отбора нет. Главное – желание», – говорит Михаил Ильич. Для такого числа ребят места и правда было маловато. Поэтому предложение хозяйки цветочной галереи, располагавшейся здесь ранее, о безвозмездной передаче помещения клуба было принято администрацией с благодарностью. «Для меня это, прежде всего, создание условий для занятий существующих клубов и для развития этих клубов, и для того, чтобы немножко уверенно смотреть будущее». В этот день дарительница Татьяна Щеголева тоже была среди гостей и от души радовалась, что у ребят теперь есть возможность заниматься в более просторном зале. «Сейчас потоки разведем, потому что там нагрузка на этот зал большая. Здесь малыши будут в основном заниматься». Ну а то, что зал уже стал своим и ребята прижились на новой территории, показывают рисунки на стенах. Их, к слову, нарисовал один из пап. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.